Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат, с вами сегодня мастер фида Максим Амариев Сейчас мы посмотрим за первым днём финалов и матчей за третье место на Кубке Мира И этот день подарил нам настоящий позиционный шедевр Матч за первое место, игра была не очень насыщенная Поэтому, с вашего позволения, я её быстро промотаю У нас ферзевый гамбит, венский вариант, белые пожертвовали пешку, а именно Сергей Корякин Но судя по всему, Янг Шиштоф Дуда оказался готов лучше Поскольку уже в этот момент Владя Д1 была новинкой со стороны Сергея Но слон Д7, уверенный ответ соперника, несколько выбил его из колеи Здесь Сергей начал прилично задумываться и в итоге понял то, что лучше не рисковать, а сыграть более практично Вдруг соперник его затащит в какую-то ловушку В общем, сыграл слон Д5, а на слон Е7 здесь был выбор Либо продолжать борьбу и оказаться в ситуации, где ты рискуешь попасть на дебютную заготовку На дебютную бомбу соперника Либо форсировать ничью Поскольку у Сергея здесь нет пешки И он, видимо, решил ещё поднабраться сил Он пошёл на форсированную ничью Забрал на А7 Ну и после ладья А8 здесь получается вот такая ничья Поскольку ферзь никак не может убежать от ладьи А ладья всё время хочет за ним бежать Гонять Ну и в результате получилась вот такая ничья А пока мы не перешли к главному блюду сегодняшнего дня Я рекомендую вам подписаться на наши инстаграм и телеграм-каналы Где выходит оперативный и интереснейший контент с Кубка Мира В частности, дневники Кубка Мира И, например, моя игра в футбол вместе с президентом Фиде А теперь давайте перейдём непосредственно к партии И разумеется, мы с вами собрались не ради этой блеклой партии А ради поединка Владимира Федосеева с чемпионом мира Магнусом Карлсоном В их матче за третье место Д4, Коня в шесть и 4, Ж6 И здесь у нас Владимир очень сильно удивил не только Магнуса, но и весь мир Сыграв Аш-4 Практически отложенный коготь бобра Но здесь это абсолютно позиционно обосновано Когда соперник играет Ж6 Мы пытаемся пешку подцепить ходом Аш-5 Ну или в идеале задвинуть Задвинуть по максимуму, чтобы сбить слона Пока что сразу играть Аш-5 смысла нету большого Потому что пешку съедят И кстати говоря, на ход слон Ж7 Магнус потратил довольно много времени Более 10 минут То есть этот ход реально его шокировал Конь С3, Д6, Е4 Пока что у нас всё происходит в духе сторондийской защиты В принципе это она и есть, поэтому в её духе всё и происходит Но вот ход Аш-4, к нему есть вопросы Насколько он здесь вообще нужен Но вот Магнус на всякий случай пешку блокирует Играет Аш-5 сам Поскольку после слона Е2 Белые уже взяли поле Аш-5 под контроль И готовы без всяких жертв вскрыть вертикаль Аш Поэтому Магнус всё блокирует Следует слон Ф4 И конь Ф3 Коня с поля Е5 выживают И вот тут, мне кажется, довольно-таки важный момент После конь Бет Ф3 Владимир решил сдвоить пешки ходом ЖФ Но решение, мне кажется, несколько рискованное Всё-таки лучше было съесть слоном Чтобы сохранить возможность эвакуации короля на королевский фланг Именно сделать короткую рокировку После ЖЖФ Ферзь Д2 Кажется, что белый король будет уверенно чувствовать себя и на стороне ферзя Но вот если внимательно присмотреться То выясняется, что рокироваться в длинную сторону довольно рискованно Но вот Магнус играет очень аккуратно король Аш-7 Это чтобы не допустить размена слонов на поле Аш-6 Король прикрывает это поле Теперь размена нету А соответственно Настало время думать об атаке чемпиону мира Владимир здесь тоже призадумался И решил, что не хочет он вставать королём под атаку Поэтому играет А4 Ну и действительно, если сыграть 3-0 То после А6 Б5 У чёрных пешки быстро накатываются Сейчас они сыграют А4, А3 Слон здесь оживёт максимально Коня ещё подключат к атаке В общем, здесь были основания для беспокойства Атака белых заглохла Атака чёрных набирает обороты Вот именно об этом я заявил о том Что играть ЖЖФ было довольно рискованно Поскольку теперь непонятно, куда девать белого короля Ну в принципе, можно и в центре остаться Поскольку центр мы полностью контролируем Но положение достаточно шаткое Трон может пошатнуться в любой момент Пешку да опять задвинул Владимир Федосеев И словно красной тряпкой Помахал перед лицом быка Провоцируя Магнуса на дерзкие действия Пока что он начинает дерзить на королевском фланге Играет Ф5 Ладья А3 Ладья подключается по третьей горизонтали Где-то может на Ж3 выскочить при случае Конь Е5 Слон Е3 Готовит Ф4 Владимир Федосеев И поэтому Магнус, не дожидаясь приглашения Сам играет Ф4 Это жертва пешки Позиционная жертва пешки Которую очень похвалил весь шахматный мир Начиная с этого момента Начинается блестящая серия ходов Со стороны чемпиона мира Вот он просто отдал пешку И спокойно играет слон Д7 Как ни в чем не бывало Владимир же играет конь Д1 Хочет куда-то перевести коня Плюс ладью активизирует Может быть поточнее было сыграть Ферзь Е3 После же конь Д1 Возможно Владимир совершенно недооценил Идею соперника А именно Жертву качества Ладья бьет Ф4 Чисто позиционная жертва качества Без каких-либо конкретных выгод После Ферзь Х4 И слон Х6 Черные завладевают полем Ф4 После Ферзь Ф8 Теперь поле Ф4 полностью в их руках Но пока что это все дивиденды А качества нету Чисто позиционная жертва материала И давайте посмотрим К чему она приведет Конь Е3 играет Владимир Пытается как-то подвести фигуры К полю Ф4 Можно Конь Ж2 сейчас сыграть Поэтому сразу гонят Ферзя Слон Ф4, Ферзь Ж2 И Ладья С8 Как мы видим У черных блестящая активность фигур И поэтому Владимир пытается Некоторые из этих фигур разменять Играет Ладья С3 Разменялись И теперь пешка на С3 Стала слабой Хоть Ладью и устранили активную Но не без нюансов Так скажем Ферзь С8 Сразу начинает нападать на слабости Магнус Карлсон С4 Чтобы пешку не отдавать И вот здесь Чемпион мира открывает второй фронт Б5 Но само собой Самоубийственно забирает пешку Ходом СБ Ведь там ферзь торгается на поле С1 С последующим скорым матом Поэтому АБ на проходе Забирает Владимир Федосеев АБ И вот здесь случился Ключевой момент в партии Как я уже говорил ранее Король белых находится в шатком положении И вот сейчас настал тот самый момент Когда нужно срочно его куда-то спрятать Ведь черный ферзь Скоро приблизится к нему Подобно назгулу летящему над головой Он уже высматривает жертву И королю нужно срочно куда-то спрятаться Во враг Ну например делать короткую рокировку плохо Ввиду того что есть ход слон H3 И черные забирают качество назад При этом сохраняя все позиционные выгоды В связи с этим следовало сыграть Король F1 Топать пешочком медленно Медленно уносить ноги А на Б5 приходится с пешкой расставаться Но тут уже не до жиру Надо играть ферзь G1 И король идет на G2 При этом Ферзь выбегает на B1 Блокируя пешку C И хоть у черных здесь инициатива И как сказал Владимир после партии Он считал что здесь белым предстоит тяжелая борьба за ничью Тем не менее Оценка компьютера полное равенство И мне кажется здесь Позиция все же ближе именно к ничей Можно сыграть владец C1 Начать охоту на эту пешку А до белого короля не так-то просто добраться Здесь все-таки достаточно большое скопление белых фигур Такая тусовка, массовка Которая мешает черным спокойно атаковать короля А если же здесь черные бы сыграли вместо B5 Ферзь A8 По аналогии с тем что было в партии То можно просто сыграть король G1 И на ферзь A2 Ферзь F1 Вы сейчас поймете почему этот вариант я показываю Мы просто успели защитить слона Король чувствует себя очень надежно Все защищено Белые стоят на выигрыш Но в этот момент Владимир избрал неверный порядок ходов Он играет Ферзь G1 Идея точно такая же как мы смотрели На B5 сыграть король F1 И убежать ножками на поле G2 А затем сыграть ферзь B1 Но как я уже сказал ранее Владимиру та позиция не нравилась конечная И поэтому он решил форсировать ничью Как ему казалось После ферзь G1 он видел то что у черных есть блестящий ход Ферзь A8 Но кое-что в этом варианте он подземнул Белым приходится срочно убегать королем Король F1 И ферзь A2 Не шах А именно ферзь A2 Теперь король не успевает пойти на поле G2 Поскольку зависает слон Ну и здесь Владимир подумал то что он может Коня перевести на поле E1 Вот так защититься На слон D2 есть ход король G2 Конь будет защищен Вот после ферзь B2 Владимир подумал что можно просто так повторять За вперед ходить Но кое-что зевнул в этот момент Он рассчитывал то что можно продолжить Вот так прыгать на месте Сходить конь G2 Но зевнул Выпад коня соперника Конь D3 Выясняется то что нельзя забирать на F4 Поскольку мы просто можем съесть И теряется белый слон А в свою очередь черные грозят дать шах Ну и просто поставить мат Поэтому здесь белые проигрывают И в связи с этим пришлось уже Менять план Менять пластинку Играет FG2 Владимир И просто в полном пассиве находится Практически в Суцванге Никакие фигуры не ходят Вот он так как-то перестраивается И играет ладья G3 Пытается пожертвовать качество Но кто же будет эту жалкую ладью забирать? Этот слон гораздо сильнее чем ладья Поэтому на D5 забирает Магнус Играет слон F5 Просто усиливает свои фигуры В полном партере находятся белые Как мы видим фигуры производят Просто ужасающие впечатления Даже вот такие ходы себе позволяют Чемпион мира Король F7 першечку защитил А белым ничего не остается Кроме как ходить зад вперед Но ясное дело Что это слишком долго продолжаться не может Забрал на G5 чемпион мира Играет конь Е5 И Владимиру осточертило Барахтаться на краю пропасти Бороться за свою жизнь И он предпочел признать Своё поражение Давайте представим Что у него сегодня было бы чуть больше Боевого духа И он бы скажем сыграл Ферзь G2 Тогда мы могли сыграть Ферзь C1 Пешка на C4 уже зависает Её никак не защитить Плюс пешка на G5 слабая Если уже белые бы сыграли Ферзь H4 Пытаясь все пешки держать под контролем Тут также Ферзь C1 есть ход И тут чуть ли не Цуцванг Ну реально, как ходить На Ферзь D4 Есть ход слон H3 шах И теряется конь Тут не чуть ли не Цуцванг Тут буквально Цуцванг Скажем, если Ферзь G3 играть То уже есть ход конь D3 Нападаем на Е1 А на взятие забираем Внуждая короля отступить И тем самым оставив Без присмотра Коня на поле Е1 Я конечно понимаю Позиция чертовски неприятная Но я считаю, что Можно было еще Несколько ходов хотя бы сделать Чтобы Заставить показать свою технику Чемпиона мира Но в этот день он был в ударе И как мы знаем Поражение его только мобилизует Чего он собственно и продемонстрировал В этот день И завтра Владимиру Федосееву Нужно по заказу побеждать Черным цветом А удастся ему это сделать или нет Мы узнаем уже В самое ближайшее время Объяснилось, когда он Прямо 3х4 Это, по-моему, Исследственное движение Это означает, что Мы собираемся Удастся 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 Я был очень счастлив С этим а также б5 был опцион на почти каждую муку, особенно после а5. Я думал, что он был играть в какой-то момент. И, наконец, я пошел в эту ф4 идею, и я решила, чтобы не сэк-экшнг сразу, но сэк-д7 сразу, и я чувствовал, что я получил еще лучше. Я чувствовал, что после этого я делал хорошо, я получил хорошую компенсацию, но, наверное, не слишком много. И я думаю, что важный момент был, когда он играл QG1, который, я думаю, просто потерял.